всем привет дамы и господа любители алкоголя ну что развивается потихонечку наш youtube канал вчера я попробовал сделать тестовый стрим на 15 минут вроде все получилось так что скоро будут стримы даже не знаю сегодня или когда ну как бы будем пробовать пытаться в тик токи если чё на тик ток подписывайтесь под роликом будет ссылочка в описании тик токи я предупреждаю обычно ролик снимаю и говорю что там сегодня допустим стрим вас только то вот ну ладно хватит про урок вопросы темой нашего сегодняшнего выпуска будет крепкое пиво продолжаем обозревать крепкое пиво вот очень много запросов я в тик токи получил протестировать одно очень интересное пиво частности пиво амстердам амстердам навигатор крепость его 7 градусов пиво голландска производится в россии инбиф офис ооо вот ну что могу сказать я уже попробовал сейчас мы еще раз его протестируем вот я попробовал его в тик токи сейчас был тест для тик тока я чередую то иногда первый тест идет для youtube а то иногда первый тест идет для тик тока что было по-честному все а то тик токеры обижаются если их вторыми показывают так значит ближе к теме в голландии три вида этого пива навигатор black room и максиматор по моему называется но в россии только один вид пиво правит производится вот давайте нальем посмотрим что она такой с чем его едят добавляем в тик токерский бокальчик так бутылочку 045 я приобрел за 44 рубля в магазине красное и белое вот ну что 387 тоже мне очень просили сравнить 387 с навигатором пиво такое довольно интересно своеобразная тоже доливаем в него как видим 387 темнее вообще если правильно называть то это не 387 а 387 делается тут очень много разных и калуга и город клин там зависимости от маркировки буква 387 что это такое три вида солода входят в состав этого пива а точнее светлый карамельный и жженый вот так 8 часов варки и 7 дней брожения как утверждает производитель никакого спирта в состав не входит что удивительно учитывая крепость этого пива рецепт калужской пивоварни написано крепость вот этого 387 6,8 градусов не знаю как надо извернуться чтобы естественным брожением получить такую крепость но тем не менее производитель утверждает что это так ну давайте попробуем мы видим значит что 387 темнее амстердам светлее у 387 пенки вообще в помине нету на навигатор амстердам навигатор пеночка немножечко есть такие легкие зачатки за ваши подписки за ваши лайки за ваши конструктивные комментарии спасибо что смотрите вкус сложный знаете он так переливается интересный вообще вкус честно говоря интересный необычно вот я пью сначала сладко пиво еще во рту еще и не проглотил она начинает переходить в кислинку и потом когда его проглотил появляется такая вот легкая горчинка забавный привкус я не могу сказать что я прям очарован этим пивом но знаете так как бы любопытно 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 вот можете взять попробовать сами так 387 так у 387 вкус некий такой более плотный скажем так никаких переливов нет но и нет никакой горчинки горчинки вообще не ощутил спиртуозности к слову сказать тоже я не ощутил несмотря на высокую крепость но и у амстердама спиртуозности нет вот не знаю ребят некоторые я так прочитал кое-какую информацию про это пиво прежде чем снимать выпуск про амстердам я имею ввиду некоторые пишут про спиртуозность мне было любопытно я пытался уловить но вот не уловил я вот сейчас на мой на мой личный вкус субъективный в амстердаме навигаторе спиртуозности нет и в 387 тоже нет то есть два пива которые знаете так крепкие но претендуют название пиво хотя написано здесь что это пивной напиток амстердам это у нас пивной напиток а 387 это пиво пиво особая варка светлая пастеризованная тоже объем 045 и здесь 045 и здесь 045 оба по 045 50 миллилитров понятно маркетинговый ход в общем я вам так скажу что я один и второй вариант довольно любопытный по вкусу рекомендую попробовать сделать собственное создать собственное мнение об этих напитках но это я вам скажу не балтика девятка не охота вот эти вот или боярин крепкая фу бурда кошмар вполне интересный привкус тем более тем более на свои деньги еще раз говорю 44 рубля 55 рублей за амстердам 44 за 387 вполне себе давайте ребята за вас еще раз спасибо что смотрите вчера я попробовал сделать стрим пробный и стрим получился так что скоро будут стримы на ютубе вот это гораздо интереснее и увлекательные по моему и проще чем на тик токе потому что на тик токе очень маленький экранчик я не вижу там буковки пишут многие потом обижаются что я не прочитала я просто не успеваю давайте ребята за вас неплохо горчинка до более ощутимая горчинка чем в 387 в навигаторе чувствуется горчинка и она чувствуется в послевкусие в послевкусие вот если что внизу в описании к ролику будут ссылочка на донаты буду благодарен вот если кто чем может поможет это всегда приветствуется потому что честно говоря казалось бы но очень много денег уходит знаете на съемки роликов я каждый день но делаю новый ролик а иногда два на тик токе я точно делаю каждый день ролик или два на ю тубе я или каждый день или через день но я посчитал пятнашка улетела за месяц и честно говоря офигел ну потому что каждый раз новые напитки какие-то покупаешь и это я еще очень редко беру напитки дорогого класса в основном не эконом класс но эконом класс уже подходит к логическому завершению скоро будем переходить на средний уровень это еще дороже ладно ребятки спасибо вам спасибо за все за то что вида на дети вот потихонечку и смотрите лайки ставите подписывайтесь значит возможно вам действительно интересно то что я как бы делаю всех благ вам до новых встреч